Традиционная осенняя акция по высадке деревьев и кустарников стартовала на территории Красногорска. Одной из центральных локаций стал поселок Новый. На спортивной площадке у дома 8, корпус 3, организовали пункт сбора. С необходимым для работы инвентарем, лопатами и перчатками, музыкой и полевой кухней. С горячим чаем и холодной водой, сладостями и гречневой кашей. В мероприятии приняли участие более 60 человек. Активные жители, общественники, работники Красногорско-городской службы, представители управляющей организации и администрации округа. Всего здесь высадили 500 кустарников кизильника. Обязательно такие акции нужны, в первую очередь, потому что здесь находится много деток наших, которые активно участвуют в этих акциях. Мы их приучаем к тому, чтобы они любили свою территорию, свою землю, озеленяли, чтобы бережно относились к природе и любили окружающий мир. Никите всего 10 лет, но он уже весьма самостоятельный и ответственный. Помогает не только родителям и братьям в обновлении полисадника у своего подъезда, но и жителям других домов. Ведь ему нравится сам процесс озеленения. К тому же приступает к нему Никита со знанием дела. Прошлой осенью вместе с одноклассниками мальчик высаживал дубы, березы и ели у архангельской школы, где он учится. И опыт оказался успешным. Все деревья прижились. Теперь юный специалист делится своими знаниями с окружающими. Нужно, чтобы грунт был такой влажный. И все нужно, чтобы каждый день, как только посадили, нужно приходить проверять. А если он начинает там себя, допустим, плохо чувствовать, нужно там грунт, допустим, заменить на более хороший и полить. От этой акции я и задаю, что у нас в поселке, в Красногорском поселке, станет красивее и лучше. И более связый возраст. Не менее дружно взялись за дело по высадке кустарников в деревне Путилково. Здесь было решено озеленить дворовую территорию между корпусами 1, 2 и 3 дома 10 по Сходнинской улице. Управляющая организация предоставила участникам акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Перчатки, лопаты, ведра для полива. Малыши с удовольствием самостоятельно подходили к машине с цистерной, чтобы наполнить пластиковую тару. В этом им охотно помогали сотрудники МБУ КГС. Многие жители пришли сюда с семьями, с друзьями и соседями. В итоге получился по-настоящему масштабный экологический праздник. Один сын сажает, второй сын ковыряет. Я уже посадила, ем кашу. Здесь растут мои дети, потому что нам хочется красивый зеленый двор. Ну и, собственно, поэтому мы приняли в этом участие. Очень понравилось, мы довольны, спасибо. Территория не огорожена, хочется, чтобы это все было позеленей, чтобы детям доставляло удовольствие. Ну и нам, конечно, взрослым. Вот поэтому в свободное время решили принять участие. Мы очень благодарны нашей администрации, которая откликнулась на нашу просьбу сделать озеленение нашего участка, потому что здесь действительно мало кустарников, мало зелени. Мы попросили, администрация откликнулась. И мы решили, чтобы не усложнять их работу тоже, а помочь. И мы все вместе домами вышли и с хорошим настроением сажаем кустарники. Будем также улучшать нашу территорию. И после этого, я надеюсь, что мы будем ценить то, что мы сегодня сделали. И вытаптывать не будем. Позитивному настрою участников способствовала и организация веселого и бодрого музыкального сопровождения, а также работы полевой кухни, подкрепиться ароматной и вкусной кашей могли все желающие, чтобы затем вновь вернуться к саженцам и дружескому соседскому общению. При этом подмосковная экологическая акция в рамках федеральной инициативы «Сохраним лес» продолжится, а зеленение коснется и других территорий нашего округа. Мы будем сажать не только сегодня, вплоть до 28 сентября, точечно на разных адресах нашей территории. Еще одна крупная акция у нас пройдет в пятницких кварталах деревни Соборова 28 сентября. Жителей мы уже пригласили из жилого комплекса и частного сектора. Готовимся к проведению этой акции и надеемся, что она пройдет нас так же успешно, как и сегодня.